мы ссорились мирились и спорили порой но очень подружились за нашу игрой игра игрой сменяется кончается игра а дружба не кончается ура 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 валентин берестов начну пожалуй издалека давно в первой половине 90-х российским детям были доступны такие телевизионные игры как звездный час зов джунглей волшебный мир или синема так далее и они были замечательными тем более нам было не с чем сравнивать но как-то по моему по первому каналу нам решили показать во что играют на тв западные дети я запомнил только одну игру участник встает перед камерой и его изображение переносится на экран окружение заменяется на специально созданную видео игру нужно прыгать пригибаться избегать препятствий для меня это тогда казалось круче любой виртуальной реальности ведь это извините за каламбур реально если конечно ты живешь в америке и с тех пор я загорелся идеей оказаться внутри игры конечно у нас тогда была всего лишь дэнди и о таком мы могли только мечтать более 10 лет технологии не позволяли воплотить в жизнь мои детские фантазии но пришел айтой и все изменилось если честно не могу вспомнить как я о нем впервые узнал ну наверное из журналов изучив сейчас материалы страны игр и великого дракона за 2002-2003 годы до полноценных обзоров я нашел всего два упоминания видеокамеры для playstation 2 в 19 номере си за октябрь 2002 в материале про выставку и cts было написано следующее интерес посетителей завоевала айтой новая технология от sony позволяющая посредством подключаемой к ps2 usb камеры снимать движение геймера и переносить их в простенькие игрушки на реакции показанная летом на и 3 айтой впервые добралась до европы и судя по положительной реакции публики будет иметь определенный успех в старом свете и все никаких пояснений или скриншотов из статьи даже сложно понять что значит снимать движение геймера следующее упоминание в 12 июньском номере за 2003 год материале про и 3 там камера была описана чуть подробнее даны скриншоты и главное сказано что летом продажей той первого набора игр начнутся в россии так что теперь я заинтересовался этой технологией кстати там я прочитал такую фразу все и уже не раз писала об устройстве отслеживающим движение игрока и передающим его изображение на экран ну ладно не раз так не раз а уже в четырнадцатом номере оказался и обзор написанный валерием а купером корнеевым задача у него стояла непростая объяснить читателям в чем прелесть махания руками перед телевизором много об айтой не напишешь ее просто надо видеть говорит купер и с ним трудно не согласиться в принципе после статьи в которой присутствовала и познавательное интервью с одним из разработчиков и скриншотов я понял что это то что я хотел бы попробовать но поскольку мы покупали по 2 в 4 диска для ps2 в год я считал рискованным тратить около 2000 рублей на непроверенную концепцию когда можно было приобрести заведомо хитовый сиквел любимой вселенной концу 2003 года подоспела и описание в 64 номере великого дракона правда с дефолтными скриншотами которых изображение игрока уж больно четкое после статьи все я понимал что это нереально ничего нового я из дракона не узнал но в очередной раз загорелся мечтой детства попасть в игру и мысленно записал на полях памяти купить айтой реализовалась эта идея не очень скоро айтой плей стал одной из двух игр для ps2 наряду с текен 5 которые мы приобрели в 2005 году практически сразу я понял что деньги были потрачены не зря я довольно быстро разобрался как установить камеру где лучше стоять и какое должно быть освещение до действия игрока не всегда точно фиксируются камерой но система действительно работает ты находишься в игре всего на диске присутствует 12 мини-игр из которых мне не очень нравятся только две плейт спиннер где нужно раскручивать тарелки чтобы они не упали и юфо джаглер там придется раскручивать летающие тарелки зато остальные 10 игр классные в рокет рамбл нужно отмечать ракеты одного цвета и вовремя их взрывать довольно скучная на изи на харде она приобретает стратегические черты wishy-washy абсолютно колбасная мойка окон под олдскульную песню здесь можно читерить взяв в руки что-то большое игрой это не возбраняется каждый решает сам в буги даун надо повторять движение танцовщицы зажигая определенные прожекторы опять же на харде придется запоминать длиннющие комбинации слэп стрим на четырех облачках бейте внезапно появляющихся крыс и не трогайте кроликов здесь камера частенько не распознает движение в левом нижнем углу для keep ups придется поднять камеру повыше чтобы в кадре осталась только голова нужно как можно дольше отбивать мяч не давая ему упасть мой друг денис придумал тактику оленя соединив руки на голове чтобы получилась площадках как в арканоиде миррор тайм тоже интереснее на харде экран делится на 24 части каждый из которых является либо обычным изображением либо зеркальным отражением нужно вовремя сообразить какой рукой какой значок требуется задеть это не так просто как кажется здесь есть риск уйти в 3d когда движешь рукой не прямо к нужному кругляшку а почему-то выводишь ее немного назад ghost catcher очень сложная игра где нужно щекотать почти невидимых призраков здесь мы придумали растопырить пальцы чтобы увеличить площадь покрытия ну и остались три моих любимых режима бронзовые награды получают beat freak ритмы игра где нужно под музыку бить по динамикам когда до них долетают сиди здесь наряду с музыкой от композиторов sony присутствует трек sin it back от группы молоко на втором месте боксинг чам тут стоять нужно не по центру а левее и боком чтобы сражаться с роботом нанося ему удары и блокируя его атаки очень энергозатратный и богатый на эмоции режим ну и самая любимая мной игра кунг-фу где нужно отбиваться от прыщих со всех сторон вражин этапы перемежаются бонусами них придется разбивать дощечки однажды для смеха я попытался задеть одну из них головой и ударился о шкаф денис придумал для кунг-фу тактику мельницы беспорядочно и очень быстро размахивая руками но это не панацея хоть концу последнего раунда на харде соблазн прибегнуть к мельнице велик в конце босс и честно говоря я до сих пор не уверен как его побеждать у него несколько форм и одна из них остается для меня загадкой и сейчас да как вы поняли больше всего мы играли войтой с денисом когда он приезжал из омска в данной игре довольно неплохой мультиплеер но в основном мы пытались перебить рекорды друг друга в сингле ведь показавший лучший результат получает возможность сделать фотографию конечно из-за очень низкого разрешения разобрать на ней что-то довольно проблематично и позже я придумал подносить вплотную камере что-либо попадающиеся под руку книгу которую я читаю игру в которую играю или даже бутылку ванильной кока-колы наши поединки были бескомпромиссными и от этого сильно страдала люстра которая в итоге стала насчитывать в половину меньше зубцов чем в начале о нет опять хрусталь шутили мы после очередного попадания хотя сделано люстра конечно же из пластмасса я показывал айто и всем своим друзьям и все они оставались в восторге так как ничего подобного не видели раньше но так как не только айтоя но и playstation 2 в то время больше ни у кого не было народ начал искать альтернативы для компьютера и вебки кстати камера и той на тот момент считалась вполне неплохой веб камерой сегодня 2 марта 2005 года я решил вам показать как выглядит моя комната была найдена игра ово с довольно простенькими заданиями типа лопнуть все шарики одного цвета версия мойки окон в которой можно было читерить не только взяв в руки танцевальный коврик но и просто включая и выключая свет а еще там была игра бег где нужно очень быстро махать руками чтобы человечек на экране бежал так вот на харде дистанция была просто марафонская и у нас родилась шутка вчера так много бегал что сегодня руки болят но это все писишные альтернативы у меня же мы конечно играли только в айтой 2007 году у нас в эльдорадо стали продавать диски для ps2 по приемлемым ценам я для теста купил платиновую версию айтой play 3 за 499 рублей триквел мне понравился гораздо меньше оригинала набор режимов в нем особенно не впечатлял я проникся только четырьмя мини играми двумя музыкальными и двумя спортивными в игре про диджея нужно крутить пластинки давать пятюню охраннику и в перерывах клеить флайеры в другой игре надо создать рок-группу из ваших клонов придется по очереди играть на разных инструментах прикольно когда пятеро вас одновременно устраивают шоу между песнями нужно с разбега нырять в толпу и это очень весело не менее колбасным вышел пляжный волейбол где приходится бежать на месте чтобы приближаться к сетке и поднимать руки вверх чтобы отбить мяч и совершенно неожиданно мне понравился американский футбол правила данного вида спорта версии для этой сложно не понять остальные же восемь мини игр ну такое в общем в айтой play 3 мы играли гораздо меньше с денисом всего один раз а в первый плей продолжали играть и играть я понял что мне скорее всего больше не понравится ни один другой набор игр и решил не покупать новой айтой вплоть до 2020 года совсем недавно когда я задумал данную программу я заказал кое-что с озона давайте проведем распаковку прямо сейчас ну что ж вот она посылочка с озона и давайте начнем ее открывать самом деле вот это первая ссылочка имеет мало общего с айтой ам поскольку это просто карточка памяти на 8 метров от компании экзек как я не люблю такие упаковки которые надо резать просто моя первая карта памяти была куплена еще вместе со второй сонка 2002 году и место мне закончилось достаточно быстро с тех пор я просто все удалял удалял а тут подумал да куплю я вторую да она такая нелицушная но и самая маленькая по объему но я вставлю во второй слот не будет достаточно достанем и нажать сюда не так-то просто вытащить вот такая собственно карточка памяти проверим как она будет работать теперь собственно main event айтой ра 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 написано здесь кстати это все поскольку здесь снизу ничего нет вот это внизу коробка просто пустая странно что так сделали вот собственно что у нас здесь айтой помпом пати судя по состоянию коробки это все-таки бэушная хотя на сайте озона не было написано что это товар было употреблений внутри тебя ждет замечательный подарок камера айтой этой плей помпом пати один зеленый помпом и один розовый помпом ну как классно у нас сзади геймплей не всегда нравилось что вот на кадре геймплея которые на коробках используются изображение людей с камерой той такое четкое четкое как будто тут какой-то 4k ультра hd что нам про игру написали хватай помпоны началась вечеринка саванна лиан мэдисон брук и абигейл приглашают тебя в группу поддержки тренируйся по и песни веселись вместе со всей семьей на вот тут видно собственно состояние упаковки не а из прямо скажем сразу же видим помпоны зеленый помп он айтой инструкция по камере на диск конечно тоже открыт в упаковке вау серебряная это какое-то новое здание у меня первый вариант камеры это видимо более продвинутый что ли интересно будем играть обязательно с ней ну что ж давайте поиграем есть русский поверим как тут русский язык ну вот как раз сейчас переставим карту памяти нравится нравится лучше уж не будет это главное меню хотите сразу выступить в делу выбирайте пункт танец не хотите тут есть еще много разных пунктов чтобы придти из колесо перенит и розовый помпун с левой части экрана а зеленый правый ну розовый хорошо виден и зеленый что то что ты делаешь мне кажется что там танцы танцы только танцы а и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запускайте серверки! ЗАУК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генни! В общем, я поиграл в пом-пом-пати несколько дней и готов вынести вердикт. Игра скучная. Все песни написаны внутренними композиторами, хотя Sony обладает богатой музыкальной библиотекой. Игровой процесс однообразен. Камера не всегда правильно распознает цвета. Мини-игр, прерывающих выступления, штук пять. Они основаны на прочих айтоях. Очистить краску, взорвать салюты, лопнуть шарики. Периодически нужно кричать слова из песни, но я заметил, что если в это время громко тряхнуть помпонами, игра и это засчитает. Радует, что пом-пом-пати полностью переведена на русский. Кому-то это определенно необходимо. В целом же игра так себе, но покупка я не расстроен. И вполне возможно, я в скором времени приобрету на озоне еще три айтоя, благо они недорогие. И если у вас есть PS2, вы никогда не играли в подобные игры, потратьте 700-800 рублей, купите какую-нибудь из них. Поверьте, это прикольно. Как там говорил Купер, айтой просто надо видеть. После первого плея я полюбил альтернативные игры с необычными контроллерами, типа DDR и Guitar Hero. Именно благодаря айтою появились PS Move, Kinect и даже Nintendo Wii. Как я сказал товарищу, поиграв на данной консоли, кто играл в айтой, над Wii не смеется. В той самой статье Валерия Корнеева, он спросил у Джейсона Фитц-Жеральда, не останется ли айтой развлечением на неделю. Работник Sony ответил, что также говорили и про видеоигры в 70-е. По прошествии времени я готов сказать, что айтой это развлечение, конечно же, не на неделю, а минимум на несколько лет. С 2003 по 2007 вышла дюжина игр от Sony. Десятки игр других разработчиков в той или иной степени поддерживали камеру для PS2. Вплоть до 2010-2011 годов мы с друзьями периодически устраивали айтоевки. Именно тогда мы подумали, а почему на ТВ нет шоу айтой со звездами. Играли мы в основном в первый плей, и если камера особенно сильно глючила, приходилось придумывать нестандартные решения. Так один раз, ну никак не распознавался темный свитер. Тогда мы взяли белый пакет из местного супермаркета, разрезали его снизу. И надели. Кто хочет поиграть, способ найдет. И я очень тепло вспоминаю, сколько эмоций доставил нам айтой. Это были ни с чем не сравнимые ощущения. Осуществление детской мечты в конце концов. Недавно, в октябре, к 20-летию с американского выхода второй Соньки, я поучаствовал в подкасте Gundam Race, где мы повспоминали саму PlayStation 2 и в частности Айтой. Если интересно, послушайте. Ссылку на спецвыпуск найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии был Эмрум. Не болейте. И обязательно увидимся на канале Атвентаж. Денис, мне очень нравится кот.